Действительно, сегодня в России малочисленными признаны около 50 коренных народов. Они рассредоточены практически по всей стране, от Северного Кавказа до Чукотки. Меньше всего кириков, их осталось всего лишь 4 человека. Под угрозой исчезновения еще 13 народов, например, ненцы, и венки, и ханты. Их от 30 до 45 тысяч, и населяют они в основном крайний север, но явно больше, чем кириков. Именно там сохранить свою культуру и традиционный образ жизни с каждым годом становится все сложнее. Наступает цивилизация. Наш корреспондент Родион Мариничев побывал в Хантамансийском автономном округе и выяснил, почему же ханты до сих пор предпочитают сами строить свое жилье. Рубить дрова и разводить костер – дело женское. У мужчин заботы поважнее. Если день начинается с закалывания оленя, значит на стойбище, скорее всего, гости. На 30-ти градусном морозе туша замерзает быстро, и нужно успеть ее нарезать. Одну часть бросить в котел, другую отнести в избу. Там свежая оленья кровь немного настоится к обеду. Надо с малых лет заниматься этим промыслом нашим, обычаями всякими. Если он с малых лет не занимался этим, ему уже 20 лет, ему уже очень трудно приспособиться к этому. Он ничего не понимает. Сын и племянники Дмитрия Рускина выросли в городе. Для них стойбище почти как дача. Причем с городскими удобствами – электричеством, отоплением, спутниковой антенной, мобильной связью и снегоходами. Цивилизация – это как назовыли бы сосед, от которого не отделаешься. Теперь уже и не верится, что когда-то все было по-другому. Отъехал километр 2-3, и тут и глухарь, там отъехал километр на 15-20, тут лося завалил, уже ползимы этим мясом кормишься. Лосей в этих краях сейчас почти нет. Город всего в двух часах езды. Прокормить бы оленья стадо из 70 голов. Ягеля пока хватает, но через два года неподалеку отсюда начнут добывать нефть. Придется переносить избы и откачевывать на несколько километров, подальше от нефтяных насосов, трубопроводов и блокпостов. Свежие месторождения, новые города и дороги. В середине прошлого века в Югре было с десяток относительно крупных назеленных пунктов. С тех пор жителей стало больше в 15 раз. Но из нынешних миллиона 600 тысяч коренных лишь 2%. Площадь угодий сильнее всего сократилась вдоль правого берега Аби. Там стремительно разрастается сургутская агломерация, население которой приближается к миллиону. Землю фактически отбирают, но, конечно, не просто так. Первое – денежные компенсации по договоренности сторон. Второе – это товароматериальные ценности, снегоходы, лодки, лодочные моторы, электростанции, бензопилы. От этой цивилизации у нас резки загрязненные, природа загрязненная, везде горит нефть, везде горит газ. Перенести на новое место такую избу – это, конечно, не чум переставить. В чумах ханты уже почти не живут. Привыкли к прочным стенам и надежному отоплению. Притянуть провода и соорудить новую электроподстанцию помогут нефтяники. А вот сруб лучше ставить самому. Если доверишь городским рабочим, они обязательно сделают что-нибудь не так. Например, разгородят дом на отдельные комнаты. Ну, это у вас. У нас такого понятия нет. А у вас в рождестве парка есть? Есть, спят, да. И как же? Но, тем не менее, тем не менее, ребятистка рождаются, но вам нравится как-то это? Однако и такая традиционная изба все больше напоминает городскую квартиру. Два мера здесь переплетаются настолько тесно, что это уже не воспринимается как нечто несоединимое. Вместо оленях пастбищ – бульвар, вместо приземистых избушек – многоэтажки. Наступление цивилизации – процесс необратимый, так что многим оленеводам сегодня приходится вести двойной образ жизни. Утром – кострище, жертвы лесным богам и суп из оленины. Вечером – кофе, диван и телевизор. Двухкомнатная квартира, первый этаж, санузел, раздельный, электроплита, радиоточка. В Когалыме у Дмитрия бизнес и общественные дела. Здесь он носит городскую одежду. В оленей шкуре слишком жарко. Ну вот приехали день-два, я говорю, по делам туда-сюда, с нефтяниками делали какие-то вопросы, сходили с ними, порешали. Главный вопрос, который решил с нефтяниками Дмитрий – приватизация купленной ими квартиры. Такая сегодня стоит не меньше двух с половиной миллионов рублей. Нефтяная компания, ведущая промысел на бывших угодьях Дмитрия, эти деньги сможет отработать за день. В бетонных стенах, конечно, не заколешь оленя, не принесешь жертву богине огня Най-Экви, но все-таки кое-что может прижиться и в городе. У нас в шкафу, в стенке, всегда в закрытом шкафчике, хранились боженьки из ткани. Хантейские боги специально делались, это оберег семьи. У каждого человека был свой оберег. И то есть мы молились. В квартире Когалымской художницы Лилии Ермаковой и сегодня многое напоминает о мире ее предков. Хотя по-хантейски в семье говорить не принято. Дочери языка практически не знают. Нигде обучаться, нигде именно так же прийти, просто выделать, чтобы кто-то получил выделывать шкурку. Как выделывать жило, допустим. Белочки вот эти вот, чучела заказываю. Бывают деньги есть, покупаю, приносят, покупаем. Сами-то вы что-нибудь делаете? Сами нет. В свой сувенирный магазин Дмитрий Русскин входит почти как в музей. Бизнес пока не слишком прибыльный, но дело уже пошло. Для многих хантейских семей это какая-никакая прибавка к заработку. Завершая дела в городе, Дмитрий дает последние указания продавцам и бухгалтеру, чтобы уже завтра снова сесть в машину и вернуться на стойбище. Родион Мариничев, Оксана Файчук, Сергей Бондаренко и Дмитрий Мелехов. Программа «Вместе. Россия. Югра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова